Алматы, Астана, Курган, Киллобис. Позади Европа, Америка и Тихий океан. Меньше месяца осталось автомобилистам до возвращения в Барселону, откуда ещё в июне стартовал международный пробег на электрокарах. Эти экологически чистые машины, работающие только на электричестве, великолучане могли видеть в городе 11 августа. Автомобили Тесла представляют собой, по сути, чудо инженерной мысли. Вместо двигателя внутреннего сгорания у них под капотом багажник. Такие кары не нужно кормить дорогим бензином. Они способны преодолевать тысячи километров, не отравляя окружающую среду вредными выхлопными газами. Путешественники уверены, что в будущем электромобили могут и даже должны заменить существующие сейчас. Электричество – это будущее для автомобилей. Такие электрокары не оставляют грязи, запаха и не сдают шума. Мы были в Москве, в Китае, видели задымленные города. Это просто катастрофа. Мы должны избавиться от загрязнений, и электромобили лучше решения данной проблемы. Автомобили Тесла достаточно дорогие, но мы платим только за саму машину. Купив обычное авто, впоследствии мы тратим на него деньги постоянно – за бензин, обслуживание и так далее. А здесь вы навсегда забудете о дальнейших расходах. И причина тому – повсеместная электрификация. Нужны только розетки, необходимые разъемы и некоторое количество времени для подзарядки. Все, машина готова вновь отправиться в путь. Внутри она, кстати, впечатляет ничуть не меньше. Вместо привычных приборов на панели – здесь ЖК-монитор, где есть все нужные кнопки и навигатор. Участники пробега рассчитали свой маршрут до мелочей, в том числе и где заряжать автомобили. В нашем городе таким местом стало производственное отделение южных электросетей. Иностранцы остались довольно теплым приемом и, как ни странно, российскими дорогами. Я впечатлена. Особенно у вас красивые пейзажи. Мы только что приехали из Казахстана, и там дороги намного хуже. На них есть огромные ямы. Кстати, российские дороги достаточно хорошие, но стиль вождения здесь довольно агрессивный. До вас мы путешествовали по Китаю, где очень плотное автомобильное движение. Поэтому нас уже ничем не испугать. Мы рады приехать сюда. Отметим, что в Великих Луках побывала лишь часть экипажа автопробега. Вскоре 10 машин из разных стран встретятся в Австрии. Чтобы 4 сентября завершить свой электропуть. Участники признаются, что на каждом отрезке их встречали радушно и с интересом. Очень приятно осознавать, что люди интересуются, помогают и все россияне очень дружелюбны к нам. Мы были немного скептически настроены, так как санкции и политическая ситуация не очень положительная. Но русские люди нас очень порадовали. Я часто бывал в России, но никогда не видел такого дружеского отношения. Это абсолютно уникально. И все, что мы можем сказать, это... Спасибо, Россия!